29 488. Именно столько человек на сегодняшний день выразили свою позицию и подписали петицию с простым и понятным заголовком. И теперь будущее лесной отрасли и Зеленого фонда Приморья, которое обычно волнует только ученых, дарьяных активистов, похоже, привлекло внимание региональных властей. Ольга Ухваткина, научный сотрудник биологопочвенного института ДВОРАН, к слову, автор петиции, неоднократно отсылала запросы на имя губернатора, где максимально конкретно пыталась донести до государственных управленцев масштабы катастрофы. В начале вашего вступления на должность губернатора Приморского края я от лица ученых, лесных экологов и ботаников уже обращалась к вам с просьбой обратить внимание на проблему истощения лесов в Приморском крае. На свое обращение я получила ответ от Департамента лесного хозяйства. Исходя из ответа, мои коллеги и я поняли, что администрация края не осознает опасности истощения лесоресурсной базы и уничтожения лесного покрова, пишет в обращении ученая. Ранее Восьмой канал уже освещал эту проблему. Кроме того, к привлечению общественного внимания по этой теме присоединился целый ряд журналистских изданий, как региональных, так и федеральных. И вот спустя какое-то время исследователь открыла почту и увидела новый ответ на свой запрос. И не от кого-то, а от Андрея Тарасенко. Губернатор переслал Ольге сообщение, адресованное лично Александру Костенко, который является вице-губернатором. Оно звучит весьма попоручительски, считает ученая, и наталкивает на позитивные мысли относительно судьбы приморских лесов. «Прошу данный материал учесть в написании общей стратегии развития лесного хозяйства и края», сообщил глава края Александру Костенко в ходе деловой переписки. Ольга Ухваткина и ее коллеги по институту долгое время исследовали лесной фонд края и пришли к неутешительным выводам. При существующих темпах и методах лесозаготовки будущие поколения приморцев буквально лишатся возможности дышать полной грудью. А пустоши на месте когда-то богатейшей тайги уже не смогут послужить ключевым регулятором климата и дадут разгуляться и разрушительным тайфуном и широкомасштабным пожаром. Именно поэтому на данном этапе так необходимо внимание и что важнее действия со стороны региональных властей. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.